очагов тв представляет добрый привет ну я не люблю ругаться вы хотите поругаться не и я не хотел бы просто прошу нет я хотел бы говорить без мата без оскорблений без криков блин умеете так разговаривать да единственно нам на там я не ругаюсь я просто не узкала все остальное вот я предпочитаю разговаривать без мата если вы умеете без мата разговаривать поговорим у сбросить случаю как делать в откуда я в калифорнии живу как же америка америка но начало сеть с украины я поставил через vpn чтобы говорить с россиянами ну я понял понял да я тоже так делаю в детстве а зачем ну потому что я интересуюсь мнением россиян я так сказать вот картину на картину среднероссийского обывателя визуализирую ну то есть вы этот как он не корреспондент и как это называется но я понял понял да но спрашивать спрашивайте мне интересно даже да вот мне интересно смотрите у вас вопрос да как вы считаете правильно америка сделала что дала разрешение бить дальнобойными ракетами по территории россии ну я думаю это все плохо кончится это мое мнение я я тоже понимаю что это плохо все для россии закончится я спросил правильно сделала или нет ну давайте начнем сначала давайте гональд трюмп знаете такой трюмп а почему трамп идет ю у него потому что так в английском языке считается ю как как а чаще всего все понял чем хорошо отсюда отсюда вам встречные вопросы он об этом знает трамп ну наверняка знает об этом же заявила это решение приняла байденская администрация об этом нью-йорк таймсис я не ошибаюсь опубликовала конечно трамп об этом знает да да вот отсюда и вопрос то что вы думаете что он об этом знает да я не думаю я уверен что он об этом знает конечно они не его ли эти слова были то что за 24 часа его его конечно он болтун он балабол чаще посмотрим что он сделает во первых не вошел еще ну как бы свой статус не не по моему он говорил что за 24 часа как раз по моему если я не ошибаюсь по он говорил как только его выберут президентом он даже не говорил что после инаугурации вот это я не знаю да про 24 часа все знают а когда это непонятно поэтому напоследок делает это все понятно ну как я отношусь вы же уверены что вернее вы же не сомневаетесь что за 24 часа невозможно остановить такую войну возможно вообще тени годы даже совершил это моё я абсолютно за моё мнение я абсолютно с этим согласен абсолютно совершенно верно это моё мнение может и не прав тем более за 24 часа да ну смотрите будет зависеть от того сколько америка даст вооружение украине если америка хорошо реально даст вооружение украине то есть количество ракет большое в 16 их там еще 150 штук блин и так далее и так далее то но вы же понимаете россия будет выброшенность захваченных территорий за очень короткий период времени считанные месяцы если америка решится на это дать ну это уже большой вопрос решится она или нет да нет даже если решится это третий мировая сразу почему потому что это туда полетят другим куда куда полетят другие куда туда ну к вам вряд ли полетят верты но не только не не ругаясь мы же договоримся вы не ругаетесь матом а куда они полетят ой извините извините ну вот просто кого волос конечно это будет все по-другому это все встанет но другую стадию мне так почему на основании чего станет на другую стадию россия же не теряет своих территорий увидите как получилось все эти владимир один еще ты поставил это то что те какие там территории они стали по закону как бы уже российскими правильно хорошо почему же он сейчас вот это что-то страшное такое что он может применить почему он сейчас не применяют не знаю я думаю как-то сдерживается более того более того не только те территории которые херсон запорожье которые естественно украинские под находится под контролем украины даже курскую область он не может выгнать оттуда украинских военных о каких территориях речь идет ну здесь вопрос да вы как думать я аж я же говорю я думаю что значит там все-таки психонят потому что путин естественно никакие уступки не пойдет только сейчас озвучил вы же слышали два дня назад озвучил да или сколько там несколько дней назад питере по моему он повторил то что он да украина должна отдать все даже нами не до конца захваченной области которые мы вписали себя в конституцию ну я там слышал да должны отказаться от общем стать внеблоковой страной отказаться от вступления в нато ну и так далее и так далее то на что естественно причем без всяких гарантий зачем украине это делать если никто не дает никаких гарантий то есть украина а во первых на это не согласится а б все что будет иначе и россия не согласится вот и все и тогда трамп скажет а путин не хочет договариваться украина получаю вооружение и разберись с ним украина это сделает с большим удовольствием очень быстро ну хорошо что дальше ничего вышибут вышибут всех российских значит со своих территорий военных так вот а после этого после этого будут вот эти вот еще много лет конечно будет артиллерийские дуэли там но уже через границу это уже дело такое вы знаете но это будет все продолжаться до тех пор пока путинская власть не прикажет долго жить а завершит у нас это существование но завершит уж понимаете путин не вечен а как только она завершит свое существование путинская власть во главе с путиным россия просто начнет распадаться на части потому что сколько сейчас людей с большими властными полномочиями которые хотят а дело перетянуть на себя нету централизованной власти путин является таким скрепляющим элементом как только он исчезнет а он исчезнет естественно она сразу все распадается и этот самый президент татарстана или люди там жители татарстана как они отнесутся к тому что так товарищи татарстанцы вы сейчас будете жить ваш уровень жизни сразу вот как только мы отделяемся от россии в два раза становится выше как вы думаете сколько процентов проголосует за я думаю 99 ну да да разделяю властвует это я это где слышал нет нет разделяя властвует а когда там из из внешних а тут именно не разделяя властвует отделяйся и властвуй это немножко другое то есть нет это не одно и то же разделяя властвует а когда например человек сверху устраивает междуусобицу и этим пользу у других и этим пользуется здесь это немножко другое другой смысл несет хорошо тогда наоборот давайте по по-другому сейчас поговорим вот там сейчас грубо говоря январе двадцатого да войдет то есть полную власть а маску него там ну там ну кого-то набрал могу сказать точно что по украине у него это не ну куда сорвался он сорвался жалко жалко разговора способный человек мне жалко что он сорвался вот я с такими больше всего не важно какова его позиция я понимаю что его позиция противоположная моей но с ним можно было говорить он слушал он выслушивал и я его соответственно тоже конечно же слушал я всегда всех слушаю кто умеет вести нормальный диалог чтобы там злопыхатели не говорили что я там выкрыт я выключаю звук и сливаюсь вот такой я хреновый собеседник друзья мои каждом случае свой сценарий и вы знаете когда я выключаю звук те кто смотрит наш канал те знают что я просто так этого никогда не делаю а терять время на балаболов каких-то там или матершинников я не вижу смысла вот так вот дела друзья мои дела обстоят ну что шла на хоть диалог завязался мне кажется интересные мысли в нем появились напишите что вы думаете по этому поводу и